Экзамен У нас 700 тысяч участников в этом году. Это выпускники этого года, выпускники прошлых лет. 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. 26 пунктов на базе медицинских учреждений. То есть ребята, которые находятся на долгом стационарном лечении, мы о них тоже заботимся. 618 пунктов на дому. Это тоже ребята, которые испытывают проблемы со здоровьем. 300 тысяч организаторов. 40 тысяч общественных наблюдателей. 6200 медицинских работников находятся в пунктах проведения экзамена. Вот это огромное количество людей и пунктов надо руководить и сделать так, чтобы не проходило ни единого сбоя, чтобы какие-то наши сбои, сломавшийся там принтер, зависший компьютер, не нервировал ребят в аудитории. И, конечно, бывают какие-то единичные случаи, когда бывают задержки там на несколько минут. Но вот наша вся команда, команда регионов, команды муниципалитетов из образования, вот эту работу стараются организовать. За рубежом у нас в этом году будет создавать более 2000 наших сограждан по той или иной причине, находящихся за пределами. В основном пункты у нас находятся при посольстве, при ростсотрудничестве. То есть часто это дети наших дипломатического корпуса, но есть иные граждане, которые на данный момент находятся за рубежом. Выбор учебных предметов всегда такая интересная для всех информация. Он у нас, ну, русский язык и математика понятны. Единственное, математика всегда интересна, как выбрали, сколько выбрало процентов профильную математику, сколько базовую математику. Общество знания у нас среди предметов по выбору продолжает сохранять первое место. Это информатика. Когда-то предмет, который был совсем справа. Да, 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 была физика, да, вроде как? Да, но он был совсем справа, предмет информатика. И теперь мы понимаем, что мы живем век цифровизации, значит. И, конечно же, это выпускникам очень интересно. И буквально за 3-4 года этот предмет вошел в тройку лидеров. Нет у нас по выбору предметов. В прошлом году вызвалось такое большое обсуждение, что снизилось количество выборовших математику, физику. Значит, в этом году эта тенденция приостановилась. У нас даже чуть-чуть больше выбрали. Параллельно у нас проходят две кампании, не только единый государственный экзамен. Параллельно у нас идет экзамен в девятых классах. Это уже больше, чем в два раза выпускников. Миллион шестьсот участников ОГЭ. Масштабы проведения еще больше. Пунктов в два раза больше. Ну, соответственно, всего больше в два раза. Еще раз хотел подчеркнуть, что экзаменационная кампания в школах это самое массовое мероприятие ежегодное, которое проводится в Российской Федерации. Почти каждый день в пунктах проведения экзамена ЕГЭ, ЕОГЭ в школах вот этот процесс идет так конвейерно. Это очень, я уже подчеркиваю еще раз, очень непростая задача. Право имеет пересдать каждый, имеет каждый выпускник текущего года. Хочу подчеркнуть, текущего года. Эта привилегия не относится к выпускникам прошлых лет. Вот если по какому-то предмету он понял, что он, как говорят, провалился, то есть не набрал то количество баллов, которые он уверенно знал, что мог набрать, то у него есть право выбрать этот предмет, обратиться в школу, в государственную экзаменационную комиссию региона и записаться на эти даты, значит, на пересдачу. 4-5 июля мы их назвали у себя между собой президентскими днями, после послания президента мы такое поручение получили, оно исполнено. Значит, обсудили со всеми регионами, насколько комфортно будет проводить, в какие числа, обсудили эти же числа, значит, согласовались с двумя министерствами, определились, что это будет не один день экзамена, а два все-таки дня экзамена. Это надежнее, комфортнее для всех. И эти сроки нам позволяют, не нам, а тем, кто все-таки этим правом воспользуется, пересдача, получить результат. Эти сроки позволяют ВУЗу увидеть этот результат и принять окончательное решение о зачислении в высшеучебное заведение. Эта новелла была не для того, чтобы сделать еще один обязательный экзамен по пересдаче, а иначе это не назовешь, потому что дети, которые откажутся от этого права, ну, не захотят пересдавать, их жалобы мы услышим через месяц, когда они там, кто-то из них не сможет поступить, и начнутся жалобы, а как это так, у них было попыток больше, а у нас было попыток меньше, и из-за этого вот так все это произошло, да. Поэтому здесь и выбрали у них лучшие результаты, а у нас то, что было, это раз. Второе, мы не хотим поощрять, и президент об этом не говорил, значит, мы не хотим поощрять, вот все, все поедите и пересдайте обязательно. Тогда экзамен можно следующим поручением, все будут требовать, а давайте по всем предметам еще по разу пересдадим и будем выбирать лучшие. А потом еще через несколько лет, давайте по три раза пересдадим и будем лучше выбирать. То есть это до бесконечности. Таких, в принципе, демократичных условий, как в Российской Федерации, нет. Право на пересдачу, резервных дней, апелляции. В других странах такой процедуры нет. Во многих странах, даже если ты не явился по болезни, ну ничего страшного, на следующий год пройдет. То есть ничего трагедии не произошло, жизнь длинная. У нас нет этого подхода и мы прислушиваемся всегда к обществу. Линия доверия для участников ЕГЭ, то есть эта линия у нас всегда работала. Если вы видите, что происходит что-то несправедливое по отношению к вам, или увидите какие-то нарушения, нарушения ваших прав, то линия доверия для участников ЕГЭ, она, как и в прошлые годы, работает. В период ЕГЭ фактически круглосуточно. И линия доверия для участников ЕГЭ, вот второй тоже номер. По этим двум номерам всегда можно звонить. Мы всегда откликнемся, каждый звонок у нас отрабатывается. Бывают действительно случаи, когда бывали какие-то нарушен порядок проведения экзамена, и ученик, ну, как бы обратился. В этом случае у нас есть очень прекрасный механизм, который несколько лет назад может раздражал кого-то. Сейчас мы не слышим этих жалоб. В всей аудитории у нас идет видеозапись, поэтому мы всегда можем поднять видеозапись столь на аудиторию, увидеть, что на самом деле произошло. И если это обоснованная жалоба, действительно на сторону ученика встать и все сделать так, чтобы его права были восстановлены, удовлетворены, или резервный день для этого, как я уже говорил, существует, если его там незаконно, или удалили из аудитории, или что-то там произошло. Случаев очень много, масштабы, знаете, всегда случай очень уникальный. Чтобы линия у нас разрывалась, не скажу, но порядка 60-100 звонков ежегодно мы получаем. А другая часть звонков, она тоже есть, это в основном такая информационная. Пользуясь случаем, тоже хочу пожелать всем выпускникам этого года успешно сдать экзамены в 9-11 классах, в 11-классникам, особенно пожелаю, чтобы они сдали на высокие баллы и смогли поступить в УЗ своей мечты. А родителям пожелаю меньше переживать и немного потерпеть, и быть такой надежной психологической опорой в период, непростой период для выпускников.